В этом видео я расскажу как отличать оригинальную продукцию ZIG. По продукции ZIG подделки есть, они встречаются достаточно часто. Пластиковую канистру подделывают, сложив поперек. Поэтому мы сейчас рассмотрим с вами отличительные особенности оригинальной банки. Их на самом деле немало и они позволят вам быстро отличать оригинал подделки. Давайте начнем. Степень защиты номер один. На рисовой стороне этикетки, если посмотреть под определенным углом, на желтой полосе видна надпись SK Lubricants. Выполнена с помощью микропечати. Достаточно сложная технология, дорогая. А на надписи ZIG видна надпись SK, выполненная также с помощью микропечати, только горизонтальная. Эти надписи видны только под определенными углами. Если вы смотрите на банку и под любым углом эта надпись видна, просто нанесена она сверху, это поддельная банка. То есть эта надпись должна быть видна только под определенным углом, который вы смотрите на этикетку. Степень защиты номер два. Это термоусадочная пленка, которую мы видим с вами на крышке, на внешней. На первый взгляд это такая тщедушная система защиты, но тем не менее на самом деле это такая не очень дешевая технология, между прочим. Поэтому поддельщики, как правило, заморачиваться этой фольгой не будут. Это тоже один из признаков оригинального продукта. Термоусадочная пленка с логотипами СК. Мы с вами не будем скрывать эту тару, но под этой крышкой есть на самом горлышке канистры также защитная фольга, впаянная в саму канистру с логотипами СК. Тоже обращайте на это внимание. То есть фольга должна быть под крышкой. СК Lubricants также заказывает свои брендированные канистры. На них есть надпись ZIK, она такая четкая выполненная надпись, логотип ZIK. И обращайте внимание на дату производства тары, она должна быть равна или ранее дате розлива продукта, который указан у нас на лицевой этикетке. Здесь указан такой американско-корейский стандарт. Сначала указывается год, потом месяц, потом день. То есть 20-й год, 9-й месяц, 17-е число. Ну и само собой разумеется, локализована задняя этикетка, без ошибок написано и так далее. Все это должно быть вам уже и так понятно. С вами был Антон Воронков. Надеюсь, это видео стало для вас полезным. Жмите на колокольчик, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.